Для одобрения, соответственно, депутатского корпуса, я подписал постановление о внесении изменений в постановление администрации города Ачинска от 24.04.2015 года, номер 147-П, в котором утверждено следующее, что при отсутствии задолженности по договору о размещении стационарно-торгового объекта, а также должность по налогам, налогам, платежам, взносам, пенсионный фонд, фонд социального страхования, осуществляется размещение на 15 лет стационарных торговых объектов, то есть в городе Ачинске. Либо на срок указанных заявлений, если указанных срок не превышает 15 лет. То есть мы как раз в рамках поддержки этого направления приняли это решение. В Красноярске такого нет. Кроме того, я думаю, что сначала мы послушаем информацию все-таки Шутовой. Татьяна Геннадьевна, плавно переходим к главным архитекторам, консультантам города Ачинска. Именно к вопросу размещения стационарных торговых объектов. Я предлагаю сейчас все вопросы рассмотреть, а потом уже пообсуждать и какие-то предложения, может быть, поступят, внести для того, чтобы дальше двигаться. Значит, пожалуйста. В администрации города Ачинска разработан дизайн-код города Ачинска. Дизайн-код – это проиллюстрированные правила и рекомендации, с помощью которых можно сформировать стилистически единую, комфортную и безопасную городскую среду. А именно, этот документ объясняет, как размещать нестационарные торговые объекты. Для каждого города, чтобы подчеркнуть его идентичность, разрабатывается собственный дизайн-код. Большинство российских городов страдают из-за визуального шума, в том числе от светящихся и мигающих вывесок в разных стилях, от хаотичной рекламы, закрывающей фасады зданий и не позволяющей увидеть историческую застройку. Из-за этого визуального шума у людей нет желания задерживаться на улицах с избыточной рекламой. Такая улица превращается в транзитный коридор из точки А в точку Б. Получается, что визуальный шум негативно влияет на общее состояние города. Дизайн-код призван снизить этот шум, вернуть городу визуальную чистоту и вместе с этим привлечь на улицу больше пешеходов. Это поможет малому бизнесу сохранить клиентов и выдержать конкуренцию. А город благодаря дизайн-коду сможет повысить качество городской среды. Дизайн-код определяет требования к размещению нестационарных торговых объектов и к визуальному облику этих объектов. Уже в соответствии с дизайн-кодом выполнены некоторые проекты. Можно показать? Конечно, люди ждут, что вы покажете. Вы комментируете дальше или не просто, а теперь скомментируете? Да. Это они уже готовы? Есть? Кирилл-10? Это, получается, разработанный проект павильонов, уже в соответствии с дизайн-кодом. Эти павильоны мы, возможно, перенести на другие площадки, но их утвердили. Именно дизайн-код, внешний облик этих павильонов, он утвержден. Главные критерии – это единая стилистика. Вывески все размещаются в одну линию. Несколько примеров таких павильонов я показываю. Еще один пример. Тоже единая стилистика. Вывески находятся на фризе. У всех высота шрифта одинаковая. А в том году, когда был этот дизайн-код, вырабатывался, когда перекрашивали, переделывали, поверили? Когда черный верх был. Когда черный верх делает. Вы нам говорили, что дизайн-код вот такой. Давайте вы претензии не проявляете, консультанты, главного архитектора. Дополнение хочу сказать о том, что подписано распоряжение.